Всем привет-привет! Сегодня урок для начинающих, для всех тех, кто только начинает изучать английский язык и учится правильно читать. Урок посвящен курсу «Учусь читать с нуля». В комментариях постоянно встречаю ваши вопросы. Не могу правильно разделить слово на слоги. Не получается. А как вы знаете, это очень важно – определять, где открытый слог, а где закрытый для правильного чтения. Сегодня я вас научу, как это правильно делать. Итак, возьмем глагол take – to take – брать. Большинство из вас неправильно делят этот глагол на слоги. Take – вроде кажется один сплошной слог, одногласное – take. И вы спрашиваете, почему же тогда это гласное читается как открытое? Потому что правильно разделить на слоги. Take – видите, два слога. Слог открытый. Почему это происходит? Потому что мы делим на слоги по буквам, а не по звукам. Смотрите. Рад гласное, два гласное. Значит, два слога. Take – то же самое. Давайте потренируемся с глаголом make. Как правильно разделить этот глагол? Правильно. Два слога. Make. Еще одно слово. Fake. Все верно. То же самое. Две гласных, два слова. Все очень просто. Думаю, что идея ясна. Теперь проблем у вас с этим не будет. Следующее, на что хочу обратить ваше внимание. Бывает такое, что на границе двух слогов появляется что? Согласное. И вы не знаете, куда эту согласную. То ли влево, то ли в слог вправо. Существует правило. Когда существует такая пограничная согласная, она всегда будет уходить вправо. Пью – то открытый слог. То же самое, когда у нас сочетание с буквой L. Вот, посмотрите. Это все тоже будет уходить вправо. Type – то. By – был. Как последнее слово? Все верно. Say – был. Друзья, а теперь подытожим все то, что я вам наговорила за эти две минуты. Вам надо запомнить только два правила. Первое. То, что когда мы делим на слоге, мы делим по буквам, а не по звукам. И второе. Если у нас на границе есть какие-то согласные, то они всегда будут уходить вправо. Вот и все. Это самые два основные момента, про которые я хотела вам рассказать. А теперь вперед, снова учить транскрипцию и учиться читать. С вами был ваш тренер английского языка Ирина Колосова. И увидимся на следующем уроке. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok